Приветствуем вас! Сейчас мы покажем, как самому провести тест на коронавирус. Для этого требуется Бумажный носовой платок, пробирка с буферным раствором, пробка-дозатор, тест-кассета, стерильный тампон на палочке для взятия мазка из носа, часы или мобильный телефон с секундомером. Желательно также иметь держатель для пробирки, прищепку или емкость, в которую можно поставить пробирку. Самотестирование следует проводить два раза в неделю дома с утра. Материалы для тестирования должны быть комнатной температуры от 15 до 30 градусов. Шаг 1. Перед тестированием тщательно вымойте руки. Затем прочистите нос. Шаг 2. Подготовка. Снимите пленку с пробирки и установите пробирку в держатель. Буферный раствор находится в пробирке. Шаг 3. Возьмите пробу. Вскройте упаковку с тампоном для мазка из носа по маркировке и выньте тампон. Слегка запрокиньте голову назад. Введите впитывающий кончик тампона в переднюю часть носовой полости на глубину около 2 см в одну ноздрю и поверните тампон 4 раза, то есть 15 секунд, касаясь носовой перегородки. Затем повторите процедуру для второй ноздри. Если вам проводят тест другой человек или же вы тестируете другого, тампон для мазка из носа также следует поворачивать по 4 раза на протяжении 15 секунд в каждой ноздре. Шаг 4. Поместите пробу в буферный раствор. Вставьте тампон в подготовленную пробирку. Сожмите пробирку в нижней части и поверните тампон не менее 10 раз. Затем, удерживая пробирку сжатой, медленно извлеките тампон. Положите тампон на бумажный носовой платок. Шаг 5. Прочно закройте пробирку пробкой-дозатором и отложите ее. Шаг 6. Распакуйте тест-кассету и положите ее на чистую поверхность. Если осушитель в маленьком мешочке окрашен в желтый цвет, тест-кассету можно использовать. Мешочек позже утилизируется вместе с другими компонентами. Переверните пробирку и держите ее пробкой. Дозатором вниз. Теперь накапайте 3 капли в углубление S, слегка сжимая пробирку. Шаг 7. Запустите секундомер. Результат можно прочесть через 15 минут. По истечении более 30 минут результат недействителен. Если штрих появляется только возле буквы С, результат теста отрицательный, вирусов не обнаружено. В этом случае можно посещать школу или детский сад. Если появляется штрих возле буквы С и возле буквы Т, результат теста положительный, то есть обнаружены вирусы. Бледный штрих тоже считается штрихом. Если тест школьника показал положительный результат, об этом нужно немедленно сообщить в школу. В этом случае должен быть выполнен ПЦР-тест в центре тестирования. Пока не будет получен результат ПЦР-теста, следует оставаться дома. Если тест сотрудника школы или детсада показал положительный результат, об этом нужно немедленно сообщить работодателю и также выполнить ПЦР-тест. Если появляется только один штрих возле буквы Т, или же не появляется вообще, результат недействителен. В этом случае еще раз изучите порядок проведения теста и повторите его, используя новый тестовый комплект. Шаг 8. Использованные тестовые материалы следует тщательно упаковать и утилизировать с обычным бутовым мусором. Более подробная информация, в том числе и о центрах тестирования, приводится на сайте www.einfachteretesten.berlin